Случай неизвестного заболевания зарегистрировали в июле в египетской провинции Кена, в 600 километрах к югу от Каира. На недомогание, слабость, повышение температуры пожаловались порядка тысячи местных жителей. Симптомы схожи с лихорадкой Денге, которая передается людям воздушно-капельным путем от комаров. Пока что египетская болезнь выявлена только в одном населенном пункте страны. От человека к человеку по данным литературным пока не передается. Переносчиками являются комары, ну может быть там другие какие-то насекомые. То есть это несвестивный путь передачи. То есть при укусах комаров заражаются люди. От человека к человеку на данный момент вроде пока заболевание не зарегистрировано. Египетская болезнь, как и лихорадка Денге, распространяется в южных странах с тропическим и субтропическим климатом. На территории России пока нет случаев заражения неизвестным вирусом. А вот лихорадка Денге периодически встречается. В прошлом году ей заболели 29 россиян. Все они приехали из южных стран. Симптомы Денге – высокая температура, сильная головная боль, боль глазного яблока, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, опухшие железы, сыпь. В большинстве случаев болезнь протекает легко. В редких случаях Денге может привести к летальному исходу. Для тех туристов, которые планируют отдыхать в Египте, врачи рекомендуют соблюдать несколько важных правил. Для того, чтобы максимально изолировать контакты с этими насекомыми, надо использовать одежду, которая максимально закрывает кожные покровы. Это первое. Использовать препараты, которые отпугивают или уничтожают насекомых. Это второе. Потом. Если в помещениях имеются окна и двери, они, конечно, имеются, то должны быть москитные сетки. Если вы почувствовали ухудшение самочувствия, сразу обращайтесь к врачу по месту пребывания. Если недомогание началось по возвращении из отпуска, то обязательно сообщите врачу о вашем путешествии. Сейчас Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, которые прибывают из Египта. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.